Целая история. Сейчас смертельный номер буду показывать. Вчера купил в музыкальном магазине ремень для гитары. Свой оставил в Киеве. Купил ремень, не глядя. А тут смотрю, как же его одевать. Одевать его, оказывается, нужно вот так, смотрите. Не, ну это еще не смешно. Смешно сейчас будет. Сынишь? Ну да. Ну вот приблизительно так. Теперь можно взять и так. Вот так это выглядит. Все знают одесскую песенку «Чемоданчик». Помните, там, так сказать, в каждом куплете на все лады выпивается одна строчка. А, в углу стоял чемоданчик. Ну там, поезд тихо ехал на бердичь. Ну и так одна строчка весь куплет. А потом, а, в углу стоял чемоданчик. Опять одна строчка весь куплет. А потом, значит, ну-ка, убери свой чемоданчик. А потом, я не уберу свой чемоданчик. А потом он выбросил в окно мой чемоданчик, да. Срочка куплета. Потом это был не мой чемоданчик, да. Ну, в общем, так смешно. Странная какая-то такая песенка, да. Вот с чего она возникла. Мне удалось разыскать оригинал, из которого впоследствии вышла фольклорный оригинал, из которого впоследствии вышла эта песенка «Чемоданчик». Это песенка, которая написана на таком идиш-русском соржике в оригинале. Написана в 20-е годы, когда были мешочники. Что такое мешочники? Помните, мы читали, когда советская власть в кино показывали, боролась с мешочниками, саживала их с поездами, поезда там, и так далее. Мешочники – это были люди, которые остались без средств существования. Вот эти революции, отмены частной собственности, мелкие торговцы. Особенно вот это было в еврейских местечках юга Российской империи, да, вот там Украина, Молдавия, Европа. И вот эти, значит, люди остались без средств существования, они начали, как вот мы с вами в 90-е годы, челночить. Они ездили из городка в городок, перепродавая товары, да, мешок. И вот их, значит, ловили, чекисты, вылавливали и так далее. В страшные времена расстреливали, когда гражданская война была. А потом просто там сажали, конфисковывали товар и так далее, вот. И вот эта песня такого еврейского мешочника была, про чемодон. Она назвалась «Чемодон», «Чемодон» – это наидыше. Значит, чемодан, я вам ее сейчас продемонстрирую и походу буду переводить. Когда товар мой весь забрали. Но, слава Богу, у меня самого не взяли. И хопки блибен ситцены, я остался сидеть. И в яйодке швецены, как придурок потеть. И делать вид, что я про чемодон, это ничего не знаю. А поезд гейт по воле, Финбердичев. А поезд гейт по воле, Финбердичев. А поезд тихо шел. А поезд тихо шел. А поезд гейт по воле, Финбердичев. Сей гейт, Семир, начальник ГПО. Подходит ко мне, значит, начальник ГПО. Фрэйк по воле, он чей чемодан. Спрашивает меня, чей чемодан? А, теперь я отвечаю. Это не моя, еще, это не моя. Ой, это не моя чемодана. Дайте мне билет, всего одно билет. Всего одно билет. Я уеду отсюда, чертовой мать.